Короче, вступление к видео. Смотрите, пожалуйста, видео до конца, потому что в какой-то момент этого видео, там будет что-то очень интересное и шокирующее. Еще одно видео записываю в своей спонтанной жизни. В общем, немного рассказать. Я познакомилась с человеком, который живет в горах. Звучит вообще классно. Как бы рассказать-то? Ну, в общем, он живет в горах. Это место называется Далаузи. Это химичал продерж в Индии. И меня пригласили работать в этот отель, но мы поняли, что это невозможно, так как я скоро уезжаю из Индии и вернусь сюда, наверное, только к осени. Но я решила поехать, так как в Дели сейчас очень жарко и, собственно, ну, нечего делать, кроме как ходить в бассейн ежедневно. Я решила съездить в такие горы и посмотреть, что из себя представляет это место на будущее. Да и вообще просто расслабиться. Так вот, меня четыре дня уговаривали поехать. Я каждый раз говорила нет-нет-нет. И вчера, вчера я просто сказала да, просто сама того не ожидая. Боже мой, я собрала вещи за час, наверное, и мы поехали в Далаузи. Можно сказать, что с малознакомым человеком. Не знаю куда, не знаю зачем, но это один день из моей спонтанной жизни. Из-за того, как я принимаю решения и куда они меня приведут, я, наверное, расскажу в последующие дни. Короче, мне сказали сходить на трекинг. Я, как всегда, в трекинговой одежде. Что есть, то я делала на себя. Я, в общем, пошла, интернета нет, поэтому у меня никогда я не хожу по определенной, имея определенную цель. Я иду, знаю, что где-то там есть локация, куда люди ходят обычно, там поднимаются. И я иду, и просто такая, по дороге что-то другое могу найти. Вот, то есть у меня нет определенной цели. Поэтому я подошла там в кафе, познакомилась с владельцем, поболтала. Он мне сказал, что тут черные медведи, и поэтому лучше далеко не ходить. Привет, Пуся! Привет! Гуляет. Короче, вот, поэтому я иду, и хрен его знает, сейчас куда-нибудь, куда-нибудь таки я, наверное, взберусь. Но на самом деле на улице 28 градусов, и, честно говоря, я не люблю делать подъемы при такой температуре. Я люблю вот, когда там до 20. Вот, ну сейчас посмотрим. Сахаски-хач какая-то, непонятно что. Капец, ребята, поднялась 5 метров после жизни в Дели, где уровень Pollution 400-500, при норме 50. Честно говоря, приехав в горы, я поняла, что у меня у легкие вообще все просто уже... Жесть, реально! Сейчас в России буду восстанавливаться. Вы представляете, на какие жертвы люди идут? Вот я, например, да, в Индии, что я делаю? Зачем я живу в Дели? Нахер оно мне вообще надо, по сути? Боже, ради этого всего! Я посчитала сегодня... В этом году я была в 13 разных местах, в горах. 13 туда входят... Я просто вписала штат сам, допустим, а сам, и Мегалая. Но в этих штатах я была там где-то 5-6 мест вот так вот. Вот. Получается... Я была более чем в 30, наверное, местах. Это не учитывая мою работу, по которой я ездила в разные города раз 15, наверное, за год. То есть я посетила около 45 мест в Индии. Триндец! Я сейчас просто в шоке, реально, блин! Короче, иду на трекинг. Вот, мне пацан этот сказал, маниш какой-то там говорит. Иди вот по этой лестнице. Я вообще не выгляжу, что я трекинг-герл, да? Волосы распущенные. Но зато у меня такой стиль, типа я это... Wild. Шоу мои вон. Понятно, короче. Знаете, что эти шоу я купила на Wildberries 2 года назад, еще будучи в Крыму. Видно там? Не вижу. В общем, я их обожаю. Я в них уже пол-Индии обошла. Я уже в них лазила на все трекинги в Крыму. Все. Чего я только не делала. Они у меня живы. Ой, короче, вот так. У меня, короче, есть привычка постоянно что-то все волосы оставлять. Сегодня я индиец. Ой, индиец. Индиец, блин. Боже мой. Боже, так жарко, трындец. Я вот... Ой, что-то... Возраст уже, походу. Что-то у меня нет такого пристрастия в трекинге лазить, если честно. Как раньше. Я, наверное, в Крыму налазилась, пока я там была 3 года. Ну, приезжала туда на лето, на весну. Постоянно ходила. Лазила везде сама. Сейчас что-то... Либо, говорю, после Дели это загазованность. Она прям, надо, короче, купаться в море вообще по-хорошему, чтобы она все вот это вышла. Я думаю, что я все-таки поеду в Крым в этом году, когда вернусь домой. Кому, для горной деревни люди живут себе очень даже шикарно. Посмотрите. Я не знаю. Судя по всему, все деньги у них идут с... Как она? Агрикалчур, короче. По-английски помню, по-русски нет. А вон у них ТВ стоит нормально. Блин, так классно. Такие разноцветные домики. И, короче... Скорее всего, то, что они выращивают, они продают. Но так как дожди здесь идут очень мало, а воду добыть тяжело, урожая пока что нет. Вот, можно увидеть, если они там ведут посадки свои. Там сейчас пока что вообще пусто. Кайф. Сошла с тропы, думаю, ну его нафиг. О, боже, наконец-то. Так, спустя, значит, полтора дня я начинаю чувствовать себя дома. Потому что я вижу вот эту всю красоту. А, здесь что-то выращивают. Здесь, видите, раскопали землю, будут сажать. Очень интересно, потому что идет дождь, когда он, получается, начинает разливаться вода сверху. И вот так вот идет, идет. Поэтому в Индии везде, в горах можно увидеть, вот там тоже сдалеке видно, такую систему, так сказать, полива. О, господи, где я? Я точно сошла с... Ну ладно, неважно. Погуляю. Ручей у кого-то на территории. Надеюсь, он меня не будет ругаться, а пригласят на чай. Апана, гранит. Ого, где это я? Ого, где-то колодец. Валя. Все. Пришла. Тупик. Просто слушайте. Знаете что? В этом году, когда я ехала в Индию, это же мой уже, получается, третий год. Я думала о том, что я не знала как, потому что у меня в принципе-то и не было особо денег для того, чтобы реализовать свои намерения. Я думала, я так хочу, чтобы в этом году в Индии я максимально была везде, ну то есть объездила максимально мест. У меня с собой есть еще один телефон. Знаете, когда два телефона, это очень удобно. Я и так постоянно серую в телефоне, поэтому люди уже такие на меня смотрят, говорят, начало тебе два телефона. Короче, я ехала с желанием. Даже не желанием, а каким-то, даже не намерением, блин, как это назвать? Это называется то, когда оно реально сбывается. Это тогда, когда ты думаешь, блин, вот так я хочу, чтобы было. Вот ты просто думаешь, вот я хочу, чтобы было так, да? А потом оно так и происходит. В общем, я ехала в Индию с мыслями о том, что я хочу объехать максимально в этом году мест здесь. Я его хрен знает, как так получилось. Я его реально хрен знает. У меня не было прям много работы, чтобы я накопила денег. У меня все мои друзья, которые здесь были до этого, я с ними ни с кем не общаюсь. В моей жизни в этом году появлялись исключительно новые люди, которые каким-то образом втягивали меня в приключения, что я оказывалась, как и сейчас здесь я, в Далаузе. Реально, я четыре дня говорила своему знакомому, что я не поеду, потому что у меня нет времени, мне скоро улетать, мне там надо денег накопить, все дела. И потом, когда он меня просто спросил уже, ну просто уже спросил, просто так уже, реально, вот он, ну такой, ладно. И я говорю, да, я поеду. И я думаю, что? Потому, почему, точнее, я это сделала? Я это сделала, потому что это вообще я. В этом и есть я. Я живу, принимая то, что, как бы, принимая приключения в своей жизни. То есть я ответила на этот вопрос, да, потому что я вспомнила, кто я. Я такая думаю, блин, я же, я же человек, который любит приключения. Я же человек, который реально готов вот так вот взять, просто за час собрать чемодан и уехать. И я захотела этого, я захотела этого куража, потому что это я, в этом и есть я. Собственно, поэтому я здесь. Конечно, не все так гладко, как хотелось бы, но в целом я хотела сказать, сколько мест я посетила в этом году. Помимо того, сколько я путешествовала по работе, учитывая, что раньше я работала в основном в Дели, где я проживаю, а в этом году у меня вся работа была не в Дели, а в Раджастане. Это был Джай Салмир, это был Джайпур, это был Райпур, и Индор, по-моему, был. Куда-то я, короче, летала на самолете. В Сикхим. Блин, муравей огромные ползают, у меня прям поляшки. Короче, в Сикхим. Это было то, что по работе. К этому, это я назвала сейчас, наверное, ну сколько там, 30% от того, где я была по работе. Я сейчас назову, где я была, а не я по работе. Это Амритсары, Патьяла. Это мои любимые места в Панджабе. Города, точнее. Чандигарх, Кассол. Это где я именно проводила время, то есть где я познакомилась с городом, с людьми больше. Кассол я вообще прожила там. Я что, видео прервалось? Короче, я сам там было 5-6 мест. На Галэн там было, по-моему, 3 столи... Вроде как мы были в столице. Я уже хрен помню, когда путешествую, что-то... Памяти в телефоне нет, пришлось несколько видео удалить. В общем, Мегалай, это тоже штат. И где-то я, наверное, ещё была, честно говоря, я даже не могу вспомнить. Именно проживала, да, какое-то время. В общем, в Мегалай мы тоже посетили около 4-х мест, наверное, городов и деревень. Вот. В целом пока всё. Вот. Так что, что я хочу сказать, это всё было благодаря тому, что я говорила «да». Я говорила «да», когда в мою жизнь приходило предложение. Я говорила этому «да». Поэтому о чём же я жалею в этом году? Сейчас... Субтитры сделал DimaTorzok Один из интересных фактов Сейчас зашла попить чай к парню Мы там с ним что-то разговорились Насчет жизни в Пуне Это в Махараштри находится Пуна Вот, что-то он меня так вдохновил Он раньше там жил, сейчас он владеет кафе здесь, отелем И делает там аюридический массаж Короче, ладно, фишка не в этом Он сказал мне, что раньше, когда армия Александра Македонского Были на землях Индии Большинство из людей, ну, из мужчин этой армии Они остались на территории Индии И они расселились в горной местности Поэтому есть Малана, такое место, где лучший наркотик Этот курительный в мире считается один из лучших Вот, большая часть поехала туда и расселилась по территории Маланы Вот, поэтому люди там имеют зеленые глаза и внешность их мало похожа на индийцев И здесь тоже И он мне говорит, он говорит, у нас греческие корни Представляете, в Индии, где-то в горах, в Гималаях Очень далеко от Греции Я не знаю, сколько там, 4-5 тысяч километров Живут люди, предки которых греки А я обожаю греков И я несколько дней назад сидела в кафе И с нами разговаривал парень Он мне говорит Ну, он к нам подсел, и я ему говорю, ты грек? Он говорит, я из Индии Я говорю, нет, ты грек? Как ты мне врешь, он был очень похож на грека вообще И в принципе, очень большое сходство внешности греков, киприотов и индусов Можно найти Но так как индусы все, в зависимости от того, какую территорию они населяют Они выглядят совершенно по-разному Не взять вот черных индусов Потому что в горах индусы, они достаточно светлые Вот, и они реально больше выглядят как греки И есть индусы, которые выглядят как турки Ну, в общем, если углубляться в историю Можно найти очень много интересных моментов Но то, что он мне рассказал сегодня, для меня, это, честно говоря, открытие Ну, и так как я люблю все, что связано с Кипром В Греции я не была, но это еще в перспективе Я чувствую такое какое-то душевное родство с этим народом, так сказать Доброе время суток, ребятушки Короче, сегодня я гуляла по дороге Думаю, такая, куда я пойду А я не знаю, куда я пойду Так как мой друг постоянно занят Занимается своими бизнесами А я решила Ой Пойти гулять И встретила своего вчерашнего уже нового знакомого Который сказал мне спуститься в какая-то пивная фабрика Что-то когда британцы захватили эту территорию Они здесь открыли какую-то пивную фабрику А что еще будут британцы делать? Англичане, ну, конечно же Вот И он мне сказал спуститься Смотрите, какая красота Я сейчас буду ноги мочить Ой, кайф Там, правда, опять мусора накидали Но в целом Ай, я так люблю спонтанные приключения Ты не знаешь, куда идешь А в итоге я так хотела попасть поближе к водичке И в итоге я к ней попала Можно даже раздеться и искупаться Хотя нет, что-то раздеваться я тут не хочу Нет, не раздеваться, а купаться Потому что как-то Мне очень-то и чистенько, реально А, еще он сказал, что здесь медведи Говорит, будь осторожны Ребята, я сейчас в шоке Вы знаете, что я в Индии? Я думаю, а что это за костры у них такие? Короче, я иду к реке И второй костер уже О, боже Смотрите Это, блин, для кремации Знаете, как я поняла? Смотрите, во-первых Ну, это реально Под тело человека, да, сделано Это не шашлыки жарить Фак Короче, вот, да, под тело человека Блин Я еще такая думаю Надо из реки умыться Попить воды Она же, ну, как бы природная, да У меня сейчас сердце остановится Сейчас я вам покажу Сейчас я вам все покажу Боже, меня что-то потряхивает Как вы думаете, что это? Я сразу поняла Это пепел Человек В смысле, это человек Вот эта штука, короче Видите, вот это вот Что-то там непонятное Когда несут трупа Я заметила, что на носилках Часто используют вот такие вот Какие-то порезанные Какие-то хрени Вот Вот это она Один труп Два трупа Три трупа Ну, что, попью водички Из речки? Охренеть, блядь Вот это я гуляю Я в шоке Триндец Красота Не знаю, куда я иду, короче Фух Я хочу все снимать просто Желтый дом Дом с фиалковыми ставнями Боже, какая красотень Вот эти квартальчики Посмотрите Вообще кайф Ой Я же спотыкаюсь Оранжевый дом Ого Разрушенный дом Это что, вся деревня? Прикольно Ну, таких много Тут можно гулять Не нагуляться Наверное, это видео на YouTube Будет долгим Но интересным Знаете, что я вам скажу? Вот люди спрашивают Что такое счастье Да, вот как Как быть счастливым Я не знаю Хотела сказать Я не знаю, что сказать А зачем я тогда это говорю? Я хочу сказать Что вот тогда Те моменты Когда ты ощущаешь себя счастливым Когда ты находишься там Где ты испытываешь Что это Ты в своей Природной Так сказать Тези Вот у меня сейчас даже слезы накатили Ничего особенного не происходит Я просто в деревне В какой-то гималайской Такие красивые виды Но у меня накатили слезы От того, что я думаю Боже, я такая счастливая Я просто куда-то лажу Без Просто Шла на пивную фабрику Британскую А в итоге В какой-то деревне И я испытываю какое-то Безграничное Просто ощущение счастья На самом деле Тот момент, когда горят леса С утра И всем похеру Никаких вертолетов Ничего В Индии никогда этим не займутся Здесь леса горят Это явление вполне себе нормальное Они такие говорят А там, говорят, этот Водопад Говорит, вода остановит И, короче, прикол в том Что пока я сейчас Я тут уже не первый раз Как бы смотрю в ту сторону Я понимаю, что за вот этим пожаром Находится какое-то Огромное, короче, озеро Куда я должна дойти? Ну, это капец как далеко Так, походу Завтра я тоже никуда не уезжаю Боже мой Я просто эксплорер А сегодня я была там На противоположной стороне Воды нет Просто Те места, где Сезон дождей и водопад Сейчас там просто Ни капли воды нет Так что Люди даже не смогут потушить Потому что у них нет на это ресурсов Вон там прям огонь горит Капец Капец И вот оно прям идет вверх Все Псих Мне сказали трекинг Здесь дорога Фух Короче Я просто лезу в гору Как обычно Я просто псих Мать Перемать Жесть Короче Я не знаю Дошла ли я до трека Оказывается Походу В первый день Я уже до него дошла Сама того Не знаю Капец Я вообще Лезла По бездорожью Оказалось Что я Оказалась там Где я была уже В первый день Дальше Я не пойду Потому что очень жарко И я сгорела уже Так, ребята Я уже начинал Я тебе отправлю Короче Это вода идет летом Ледяная А зимой горячая Прикиньте Это вообще как Сатара 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 Короче Я не знаю Сколько я контента Уже наснимала Я просто сделаю видео Да, я сделаю Да, все Да, все Можно идти Можно идти И сделать проблем Да, мы можем идти Вот, здесь видно Вот А это Англичан Короче Дом Старинный Тоже Ой, блин Я сейчас телефон потеряю Это опасно Я как обычно Короче Короче, это центральный Я думала, что я сегодня видос снимать не буду В итоге опять О, панджабцы стоят Там Панджаби Короче, в итоге я сегодня опять наснимаю Сейчас это центральный типа Маркет В Далаузе О, панджаби О, панджаби 1863 В 1363 Это как в Дермшаллоне? Да, в Дермшаллоне. Это же время. Я изменил это в Дермшаллоне. Там я показываю мою деревню. Но ваш дедоват был владелец этого хор? Он владелец этого хор? Он владелец этого хор. Поехала я в магазин. В итоге мне экскурсию проводят. Это очень древняя? Да. Все такое древнее. Прикольно. Да. Ого. А, это типа цветы, которые здесь растут, наверное. Комон. А? Разгула? Стука масла. Но это так вкусно, блин. Цики-цики. Эспрессо. 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 Говорят, самый популярный здесь по интернету. Я нашла модный магазин. Посмотрите, он такой стиль. Ого. Офигеть, такие талантливые люди живут в горах. Это типа, как локал бренд. Да. Классно. МРГ. МРГ. Какая русская любимая. Она такая вкусная. Офигеть. А. Они одиночали, или как так... Офигеть её. Ты был в этой земле, или где ты был? В этих двух домах? Ты был в этих двух домах? Это моя сочинка, да? Ты был в этих домах и в этих двух домах. Но я сказал тебе, что идешь более в этот дом, в эту табуру. Я был в этой табуру и в этой, в правом саде. Да, ты был в эту. Да, да. Смотрите, три очага. Капец Когда это будет остановиться? Это просто огонь Он просто идет на правой стороне Я думала, что это будет остановиться Но это будет остановиться Поэтому это будет остановиться Боже Сегодня так много обезьян Уже просто капец Он не выглядит так большой Смотрите Мне страшно Какие-то другие обезьяны Хочу открыть окно, чтобы поснимать Но они иначе зайдут Офигеть, такие прикольные Идет Офигеть 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 Офигеть